Профессиональное образование – одно из слабых мест в системе образования Латвии. Чтобы повысить конкурентную способность выпускников профессиональных школ на европейском рынке труда, в Венсполсе решили профессиональную среднюю школу переформировать в Северокурзомский центр компетенции. С 1 июля в Венсполсе начала работать Кристина Вагнера. Она возглавит это учебное заведение. До сих пор Кристина исполняла обязанности заместителя госсекретаря Министерства науки и образования. В восстановлении престижа школы активно участвует специально созданная рабочая группа Венсполского самоуправления. Заключенный в конце прошлого года договор предусматривает полную реконструкцию школы. Если сравнивать с государственной гимназией или общеобразовательными школами, то это статус государственной гимназии. Это значит лучше, с лучшими педагогами, которые профессионалы и в теоретических, и практических занятиях, которые знают современные технологии. Это место, где молодежь может не только приобрести навыки в конкретных профессиях и специальностях, это место, где можно проводить исследовательские работы. Сейчас для осуществления грандиозных планов получены 6 миллионов латов из разных фондов ЕС. Где взять еще 14, которые нужны по оценке инженеров и экспертов немецкого института ремесленничества, пока неизвестно. Сейчас, по итогам экспертизы, нам необходимо увеличить объем помещений, чтобы обеспечить качественный учебный процесс. Поэтому будут внесены изменения в техническом проекте. Удорожание формируется из разных составляющих. Сложности состояния грунта, архитектурные требования к конкретному размещению. Конечно, в открытом поле все это было бы намного дешевле. К объему школы применяются нормативы Германии, которые предусматривают более просторные помещения. Мы сейчас все уточним, добавим помещения, необходимые для размещения учебных технологий. Проект новой профессиональной школы предусматривает полную реконструкцию здания, благоустройство территории и даже фонтан. В архитектурном конкурсе выиграло бюро леопайчанина Олдеса Пиланса. Если проект будет реализован в полном объеме и будут реализованы все его очереди, в том числе благоустройство, включая фонтан, то фактически весь квартал станет современным и впишется в исторический центр Венспелса. Так как денег пока меньше половины от необходимой суммы, сначала будет перестроено здание, и лишь потом начнется строительство комфортабельной гостиницы. Если в этом учебном году в школе смогут обучаться 220 человек, то через три года отвечающие немецким стандартам профессиональные учебные заведения сможет принять уже 800. В этом году, возможно, объявят конкурс на строительство, но результаты будут известны только через год, когда будет доставлено современное оснащение для учебных классов, приобретенное по советам немецких экспертов. Стоимость его составит не менее 5 миллионов латов. Немецкий институт ремесленничества, имеющий большой опыт работы, оценил соответствие центра компетенции различным нормативам и логике. В Германии этот институт считается меккой для профессионального образования. Сначала будем строить здания, и, конечно, параллельно будем присматривать и приобретать современные оборудования. Это будет самое лучшее, самое современное оснащение для каждой сферы. Обучение будет проходить в небольших группах. Можно будет приобрести востребованную на рынке труда специальность. У нас будут металлообработка, машиностроение, деревообработка. Будет специальность толера, которая изготавливает двери, окна, полы. Будет специальность официанта, ресторанный бизнес, электроника и мехатроника. Профессиональных школ в Курзаме немного. Венсполс надеется обойти Кулдыгу, Лепа и Лайдзе. Татьяна Саксаганская, Гондопорница, Инджодзенш, Курзамское телевидение.